А какой твой? Фауст 21 века представляет Это очень необычный и крутой турецкий сериал о маньяке. В основе него лежит концепция о серийном преступнике с Альцгеймером. Ну, к примеру, в одной из серий есть очень забавная сцена, где используется этот самый Альцгеймер. Главный герой просто берет и забывает, где он оставил тело жертвы. И таких моментов в фильме просто навалом. А теперь к сюжету. Главный герой пожилой следователь, который вышел на пенсию. У него было незаконченное дело, в котором определенная группа лиц не получила наказания. Увы, герой уходит на пенсию и ему ставят страшный диагноз. И герой понимает, что если не сейчас, то больше шанс совершить правосудие ему не представится. Но есть важное уточнение о проблеме этого сериала. Видимо, режиссер раньше снимал турецкие мелодрамы. Или, я не знаю, это такой жанр в Турции. Вот так подавать материал. То есть, какие-то классические вот вздохи, крики, как будто смотрю индийское кино. Но если вы сможете вытерпеть по 20 минут в каждой серии вот этого и абстрагироваться от всего материала, в остальном сериал просто идеальный. Я вообще считаю и призываю всех российских киноделов обратить внимание на этот сериал. Купить на него права и адаптировать его для российского рынка. Мне кажется, в России он зайдет идеально. С каким-нибудь возрастным пожилым советским артистом. Есть те, кто сказал бы, что вам все сошло с рук. Так написали в журнале Тайм. Возможно, это правда. Это очень качественный сериал от Netflix с реальным и ужасным прототипом, который стоит за всей этой историей. Прототипом главного маньяка этой истории является Чарльз Сабраж, который с 1963 по 1976 накачивал различными препаратами молодых людей, приезжающих в страны Азии и выкачивал из них деньги, а затем просто ликвидировал, подстраивая это все под несчастный случай. Этот сериал прекрасен. Сценаристам каким-то образом удалось показать настоящего реального психопата, которому настолько безразлично все человеческое, что он просто жонглирует людьми вокруг него. Поэтому устраивайтесь поудобнее, включайте Netflix и смотрите Змея. А начал я работаю у отца на ананасовых плантациях на Филиппинах. Ты представляешь, я собирал их на полуденной жаре. Видел бы ты меня. Versace – это второй сезон сериала «Американская история преступлений», рассказывающий о гибели великого модельера и биографии серийного преступника Эндрю Кьюненнана, который совершил пять ужасных преступлений в 1997 году. Сериал достаточно четко придерживается всех исторических тонкостей и поднимает множество проблем того времени. Все это очень интересно и подано в необычном формате – отматывание времени назад. То есть сериал начинается с гибели Versace и с задержанием Кьюненнана, а заканчивается самым первым преступлением Кьюненнана. То есть вы сможете проследить обратную трансформацию маньяка и понять, что перед тем, как в мире происходит нечто ужасное и какая-то трагедия, монстр сначала является человеком. У меня на канале есть отдельный ролик об этом сериале, где я разбираю первый сезон. Сейчас я в ожидании второго сезона. Да, у сериала множество спорных моментов. Ну, во-первых, выбор актера на главную роль, определенные исторические промашки типа радиоэфира, в котором говорят о погоде в Белоруссии и в Украине, когда в те годы так даже не говорили. Ну и, наверное, спорное отношение российского сообщества к такому режиссеру, как Сарик Андреасян. Но, несмотря на все это, я считаю, что сериал «Чикатило» – самая близкая экранизация тех самых событий, которые вы сможете увидеть. Ни одна экранизация в кино так далеко не заходила. И сколько бы люди ни писали и ни говорили, что у таких, как «Чикатило» нельзя снимать кино, я все-таки буду говорить «нужно снимать». И нужно об этом говорить. Ибо, игнорируя такие преступления, вы забываете о самосохранении и теряете бдительность, живя в иллюзии безопасности. Мир – это опасное место. Таких «Чикатил» здесь огромное множество. Убийца звонила с телефона автомату за год. Есть версия, что он в темноте перепутал ее с вами. Я не понимаю. Почему же вы должны посмотреть российский сериал «Душегубы»? Да потому что в одной из серий играет моя мама. Или, как вы все ее знаете, Мутерфауст. Да, немножечко спойлеров – она станет жертвой маньяка. А во-вторых, сериал базируется на реальных событиях, в котором расследуются разные страшные преступления. Но сериал в большей степени концентрируется на деле Геннадия Михасевича, совершавшего свои преступления с 1971 по 1985 год в Белорусском СССР. Это очень достойный российский сериал, поднимающий много важных вопросов. Фальсификация следствия ради ареста подозреваемого, продажные органы правопорядка и попытки, несмотря на все эти ужасные поступки, наказать реального преступника. И отправить его на эшафот. Это эталонный скандинавский сериал про серийных преступников. Это то, как можно охарактеризовать этот шведский шедевр. Все, кто не смотрел этот сериал, упускают все и сразу. Пожалуйста, не смотрите ни американскую, ни российскую, ни какую-либо другую, только шведскую версию сериала. В основе сюжета лежат два города, две страны. Шведский городок и столица Дании, который соединяет 8-километровый мост. Сериал начинается с того, что на границе между двумя государствами, строго посередине моста, находят тело женщины. И не просто находят, а находят ее разделенные на две части. Одна часть в Швеции, другая в Дании. Из-за приграничной истории следствия начинают вести две страны, два следователя. И тут идеальный баланс между двумя героями. У нас есть девушка с синдромом аутизма, которая смотрит на мир совершенно под иной призмой. И у нас есть добряк-мужчина, добрый наш Мишка. И они расследуют это преступление. И это безумно интересно. Дания и Швеция. Разница культур. Разница судебной системы. Но одно преступление. И один крутой сериал. Бабы не любят опасных. Они ведь этого хотят, бабы, да? После провала второго сезона Метода... Да. Да, второй сезон Метода это самое худшее, что можно было снять. Не считая игры Константина Юрьевича Хабенского. Этот человек идеален. Но второй сезон Метода нужно было просто сжечь и не выпускать. Но студия Среда под руководством Цикала, видимо, понимала это. И параллельно стала создавать другой проект. Что важно, сценарий Хрустального пишет тот же самый сценарист, что и у первого сезона Метода. И Хрустальный получился просто идеальным, эталонным российским сериалом. Вот это прям показывать всем и говорить, вот чего моем. Этот сериал очень косвенно основан на реальной истории. Или, как сейчас любят говорить модные ребята, на реальных кейсах. В основу преступления Хрустального легли три истории серийных преступлений, о которых я не буду вам говорить, потому что это будут спойлеры сюжета. Если когда-нибудь захотите, я сделаю отдельный ролик по Хрустальному. Вообще, город Хрустальный – это такая маленькая модель всей нашей огромной страны. Все, что происходит в городе Хрустально, тем или иным образом отражено в стране. Пытки в тюрьмах, рэкет и преступность, проституция, продажные органы и прочие ценности, на которые мы все закрываем глаза. Главный герой сериала – бывший житель Хрустального, который сбежал по определенным причинам из города. Он стал очень известен в столице, так как стал экспертом по серийным преступлениям. И его приглашают в город Хрустальный, в котором начинают пропадать дети. Следователю приходится погрузиться во все то болото, которое гниет в этом городе порока. Каждая серия будет держать вас в идеально выточенном напряжении. И вы будете задаваться вопросом «Господи, да о чем еще можно рассказать?». Актеры играют великолепно, сценарий потрясающий. Все на высшем уровне. Я хотела быть рядом с родственниками жертв. Оказывается, не только Марвел и Сони воюют за права на героев. Представляете, Ганнибал Лектор и Клариса Старлинг принадлежат разным студиям. Именно поэтому в сериале «Ганнибал» мы так и не увидели Кларису. Итак, студия, отвоевавшая Кларису, запускает свой собственный авторский сериал. Про сильную и волевую женщину. Клариса Старлинг в этом сериале представлена как женщина, которая не так давно упустила Ганнибала Лектора и поймала Баффало Билла. И теперь она на какой-то период главный эксперт в стране по серийным преступлениям. Каждый штат и маленький городишко хочет завладеть ей, чтобы она помогла расследовать их преступления. В сериале мы увидим будни человека, которому кажется, что он страдает синдромом самозванца. И что авторитет, который у него есть, это большая ложь. Ведь призрак Баффало Билла, которого Кларисе помог поймать Ганнибал, будет преследовать ее в течение всего сезона. Сериал погружает нас в будни работы ФБР. Но тут будет рассказано не только о серийных преступниках, но и о сектах, террористах и прочих отбросах общества. Сериал можно оценить на 6,5. Он неплохой, но не самый лучший. Было бы здорово, если бы в этом сериале появился Мэтс Миккельсон. Жанна. Жанна. Кто был твоей первой жертвой? Почему ты не призналась в этом, как в остальных убийствах? Давайте сразу, я не хочу смотреть российский сериал под названием «Самка богомола». Это просто плохо, неэффектно и нездорово. Но я хочу, чтобы вы посмотрели оригинальный сериал «Богомол» от французского производителя. Вообще сериал хорош тем, что удается за долгие годы показать нормального и интересного женского персонажа, серийного преступника. Которая по тем или иным причинам испытывала глубокую ненависть к мужчинам. И желая защитить своего сына, ликвидировала их всевозможными способами. Ее арестовывают, сына отбирают и отправляют в детдом. Проходит много-много лет и вдруг появляется подражатель. И следствие принимает решение, что нужно обратиться к ней. Пусть она поможет расследовать эти преступления. Но ее единственное условие, чтобы это дело ввел ее сын, который стал следователем. Честно говоря, я был в восторге, когда увидел этот сериал. Это очень хорошая работа. И не надо смотреть никаких «Самок богомола». Мне 22, я после института. Им по 15. Спортсмены, тестостерон. Одна извилина на двоих. Это еще один российский сериал, который я могу посоветовать вам. Вообще многовато их сегодня в нашем выпуске. Но да ладно, это последний. Сериал снял одиозный кино и театральный режиссер Константин Богомолов. Как заявлялось, что сериал основан на деле Попкова, он же ангарский потрошитель. Жуткого российского маньяка, забравшего больше 80 душ. Но честно, от дела Попкова тут вообще осталось совсем мало. Так что стоит смотреть этот сериал просто как отдельную историю. Сериал повествует нам о маленьком городке, где начинают пропадать девушки. И местные органы предпочитают просто этого не замечать. Но следователь по особым делам в исполнении прекрасной Юлии Снегирь замечает это и отправляется расследовать преступление. Она сталкивается с многими проблемами маленьких городов, но дожимает и открывает следствие. Также сериал не скрывает, кто главный преступник. Его играет Никита Ефремов, который по совместительству также является местным копом. И вместе со Снегирь пытается найти сам себя. На мой взгляд, Богомолову в этом сериале удалось в некой его театральной форме показать мир маньяка. Но посмотреть его стоит. Не пожаляйте о потраченном времени. Конечно, черт возьми, любой бы попросил. Этот идиот попросил костные кусачки. Но он вытащил диск. Да, но с каким трудом. Вообще российские прокатчики, бывает, потрясают меня адаптацией, названий, сериалов и фильмов. И вот еще один пример. Ну, есть вроде нормальное название. Доктор Смерть. Но нет же, вы называете это плохой доктор, потому что есть сериал «Хороший доктор». И люди, которые посмотрели «Хорошего доктора», решат посмотреть «Плохого доктора». Видимо, логика была такая. Но неважно. История сериала «Доктор Смерть» — это одна из самых крутейших реальных историй, которые вы можете найти в интернете. Некий нейрохирург, Кристофер Данч, который суперпопулярен в своей профессии, известен, все дают ему денег, хотят, чтобы он практиковался в их больницах, все чаще и чаще попадает в странные подозрительные скандалы и меняет одну больницу за другой. И в конечном итоге оказывается, что он калечит людей. Пока я смотрел этот сериал, я долго ломал голову, зачем же он это делает, что он преследует, какие у него цели и мотивации. И я был просто в шоке, когда досмотрел до конца. Это реальная история, которая произошла в нашем мире. И все, что вы увидите в кадре, было на самом деле. Еще не рекомендую этот сериал людям, у которых есть фобии, касаемые медицины и хирургии. Потому что после просмотра этого сериала вы вообще никогда не пойдете в больницу. У вас не найдется малярного скотча? Да. И если нужен риэлтор, я знаю кое-кого. Это еще один великолепный датский сериал. Честно скажу, посмотрел его на одном дыхании за одну ночь. Самое примечательное, что мне в нем понравилось, как сценаристы и режиссер завернули обычную детскую песенку из датского фольклора и раскрутили ее до очень пугающего сюжета. Я лично теперь жду российскую версию такого же сериала про божью коровку. Ну, помните? Божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба. Я бы посмотрел такой триллер. Вкратце о сюжете. Загадочный маньяк начинает совершать преступления, лишая жизни женщин и оставляет на местах преступлений каштановых человечков. Каждая из этих женщин и каждая из этих судеб чем-то связаны. И два детектива пытаются разгадать этот клубок из страшных тайн. В финале вы испытаете катарсис. Это убийство было очень личным. Кто-то затаил злобу и свел счеты. Разгадка в прошлом Алекса. Мне нужна полная история его жизни. Разузнайте все о нем и о его друзьях. Из названия, я думаю, вы смогли понять, что речь пойдет о подражателе Джека Потрошителя. Это все, что вам нужно знать. Главными героями этого сериала являются детективы специального отдела, который профилируется на исследование серийных преступлений, которые пытаются создать единую цельную базу по всем преступникам в стране. Внезапно на улицах Уайт Чепла снова начинает орудовать Джек. Он в точности повторяет те самые преступления, которые произошли в 1888 году. Группе детективов придется поймать этого ужасного преступника и разгадать каждый из его секретов. Вообще, в этом сериале четыре сезона, но я бы посоветовал вам посмотреть только первый. А, мистер Ходжес, как обычно, двойную помадку пожирнее. Билл? Билл, дай мне пистолет. Этот сериал основан на произведении Стивена Кинга. Сюжет Данильзе Прос, неизвестный сумасшедший, угоняет Мерседес и сбивает толпу людей. Детектив Билл Ходжес начинает расследование этого дела. Но после того, как он зашел в тупик и не смог поймать преступника, он уходит на пенсию. Но через полгода начала его пенсии маньяк начинает атаковать его через компьютер и соцсети, присылая жуткие сообщения и фотографии, и постоянно донимает его. И наш пенсионер начинает свое расследование. Но на этот раз без ограничения законом. Но не беспокойтесь, в этом сериале нет никакой интриги. Мы видим, кто такой главный злодей самых первых серий. Но именно поэтому этот сериал и интересен. Когда смотришь на противостояние маньяка и детектива. Смотреть на Брэндона Глиссона в этой роли действительно очень весело. А бывает даже забавно. Я так обожаю каждое начало серии, когда он просыпается в своем доме, заполненном пустыми бутылками после прошлой ночи. Так и представляю свою пенсию, когда к чертям закрою этот канал и буду так жить. Ну что ж, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. В комментариях вы можете порекомендовать свои сериалы о маньяках. Не забывайте, что у этого ролика есть первая часть. И также не забывайте ставить лайки и подписываться на другие соцсети. Вы слышали Фауста 21 века. И помните, мир, он не такой добрый, как вам кажется.